Одной ночью с животными страшновато. Я слышу какие-то странные звуки. Что это такое? Мама, господи, боже мой! Кого я не могу увидеть? О, собака. Хай, вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня, наш Забарк. Вы с ведьмочкой передаем привет. Приветики, случайным репостнувшим из нашей группы ВКонтакте или с моей страницы ВК, Яне Кобыляцкой, Алисе Гурьевских и Диане Николаевой. Привет, девчонки, с нашего канала! Случайный комментарий, оставшийся без ответа, появляется в видео. Да, Харочка? Да. Я сегодня, как и обещала, отправляюсь на 24 часа челлендж. На ночь к животным. Высматривать Харька, который, как вы видели в видео про голубей, поймал одного голубя и сломал ему крылышко. Пытался его, наверное, съесть. Сейчас на улице еще светло, я буду дожидаться темноты и просижу там всю ночь. И я надеюсь, что я все-таки поймаю Харька. Вот такой вот у нас дом для животных. Здесь кормушки, но сейчас животные в основном находятся внутри и выходят погулять, поесть сено. Ну что ж, пошлите внутрь. Здесь у нас тепло, потому что здесь стоят тепловые лампы для животных. Кто у нас здесь живет? Бараши. Вот такие вот красивые бараши. Здесь вот курочки несут, яички их тут очень много. Тетя и Мотя. Ветнамская свинюшка. От этих красных ламп идет очень сильное тепло, поэтому животные здесь не мерзнут. Кто это меня тут встречает? Кто это? Кто это такой красивый? Да, привет. Бекончик и Илюшка. И козочки. А вот там голубятня, там живут голуби. Ее я вам уже показывала. Да, привет. А вы знали, что у коз, в отличие от многих других животных, прямоугольные зрачки? Да. Посмотрите, какие они огромные. Бараши все в сене, потому что они тут спят на сене. Я им принесла морковку. Да, они любят морковочку и сушку. Да, на. Ай, какие красивые, какие большие. На, сушечка, на. Да, да, сушечка, да. Кто такой хорош. Они так смешно пощипывают руки. Что-то там слишком тепло. Я вышла на улицу. Конечно, никакого хорька пока не наблюдаю. Все-таки еще день. Я не знаю, будут ли животные спать, пока я буду проводить здесь ночь вместе с ними. Может быть, они и не будут спать. Вот такие красивые курочки у нас. Есть обычные курочки, рыженькие, серенькие. А есть вот такой вот красавец. Черный. Красавицы. Цесарочки. Они вот такие вот пятнистые. Очень красивый у них окрас необычный. Вообще прям любые. Какие-то волшебные просто. А у них кормушка здесь вот на такой цепи висит. Болтается. Яичка чего-то пока ни одного нет. Никто не снес. Может, за ночь кто-нибудь снесет яйцо. Кто такой красивый? На улице пока еще светло. Как вы помните, кстати, на Новый год у нас были съемки и там были козлятки. Вот этих двух козлят забрали. Я, к сожалению, это не сняла. Но сейчас мы опять беременные. И, возможно, у нас получится снять роды козы. Как она родит малюсеньких козляток. Так что, если вы хотите увидеть малюсеньких, вообще новорожденных козляток, ставьте лайк. Ребята, вы не видели хорька? Вы хорька тут случайно не видели? А ты? Ты не видел хорька? Надышали мне в камеру. Аж камера запотела, бараши. Как вы видите, очень чисто всегда здесь у животных. Потому что постоянная уборка. Здесь вообще не пахнет животными, потому что все чисто. И поэтому запахи никакие не появляются. На улице уже реально стало очень темно. Вот у нас тут включаются фонари автоматически. Потому что все хозяйство находится далеко, в принципе, от дома. И если даже я закричу, меня здесь никто не услышит. Но кричать-то мне не нужно. Я же просто выискиваю хорька. Что такое? Курицы как-то занервничали подозрительно. Но я вроде как ничего тут не вижу. Самое интересное, что вот всякие хорьки и крысы каким-то образом попадают в помещение. Непонятно как. В принципе, здесь нет каких-то особых дыр на улицу. Но вроде подуспокоились немножко. Мои варежечки. Козочки вроде тоже хорошо себя чувствуют. На самом деле, когда на улице темно, как-то немножко нервительно здесь находиться. Несмотря на то, что здесь животные. Потому что и они как будто бы нервничают, что я здесь ночью. И я сама знаю, что я достаточно далеко от дома. И они так все смотрят на меня. Голуби вроде как там нормально себя чувствуют. Отдыхают. Мне сейчас пришла такая мысль, что здесь горит свет. И я разговариваю. И хорек, скорее всего, вообще не придет. Потому что и крыса, и никто не придет. Потому что здесь шумно и горит свет. Морковка. Морковка. Они так смешно облизывают руки. Такие милые. Поэтому я решила выключить свет везде. Мамочки. Вообще у куриц свет обычно остается. Поэтому его я оставлю включенным. Чертики просто. А везде я выключу свет сейчас. Все девчонки беременные. Ох, как запрыгнула такая. Заскочила. Все. Я сейчас просто на максимальном свете камеры, которую он может сделать. Я сейчас сяду вот сюда на свою табуреточку. И буду ждать. У свинюшек тоже свет горит. Они вообще спят. Хорек им не страшен. Прошло уже несколько часов. Никакого хорька нет. Барашек, конечно же, не видно. А он сейчас лежит в камеру. Чем занимаются животные ночью? Странно, что они не спят. Интересно, сколько нужно часов просидеть здесь, чтобы они легли спать. Я решила отойти от курятника и пойти ближе к голубям. Послушать, что у них там происходит. Я стараюсь говорить тихо, чтобы животные не обращали на меня внимания. Я слышу какие-то странные звуки, но это не похоже, чтобы кто-то стучал копытами или что-то делал. Я не понимаю, что это за звуки. У куриц вроде этого звука нет. Где этот звук, блин? Может, это бараны там? Ну нет, у них тихо. Что это за звук такой странный? Звук как будто кто-то что-то копает или что-то такое. Но непонятно, откуда он. Мне показалось, что звук идет откуда-то отсюда, рядом с голубями. Но они вроде нервничают. Короче, непонятно, что это за звук вообще и как его обнаружат. Мама! Что это за звуки вообще, блин? Может, это козы тут в темноте? Я просто не вижу, что они делают. Короче, находиться в одной ночи с животными страшновато. Какие-то все время странные звуки. Вообще, блин, да вообще пипец. Я пытаюсь открыть дверь голубям, но она почему-то не открывается. Хотя такого обычно не бывает. Мне теперь даже страшно идти на улицу. Вроде как тишина, но, блин, вообще что-то страшно так от этого всего. Какие козы выглядываются. Мне показалось, что я прям слышала какой-то писк мышей. А сейчас какой-то странный звук. Как будто кто-то какой-то пакет грызет или что-то такое. Но ни у кого пакетов нет. Что это? Короче, это просто какой-то ужастик находиться ночью здесь одной. Я не знаю, почему, но мне так страшно из-за всяких этих звуков. Мамочки, что это? Что-то упало вообще. Что это такое? Мама! Господи, боже мой! Это нож упал! Вообще, мне что-то здесь уже очень страшно становится. Что это такое? Господи, боже мой, что за жесть вообще? Я не знаю, как насчет хорьков, но мне уже это все порядком надоело. Я включу свет нафиг. Бараши живы-здоровы, у них все хорошо. Курочки тоже. Мама. Короче, как-то здесь очень нервительно находиться ночью. И когда я включила свет, никаких звуков не происходит, ничего нет. Опять же, абсолютно непонятно, как этот нож, который лежал вот здесь вот на полочке, мог как-то упасть вниз. Может, конечно, Адам и Ева его столкнули, но я очень сильно в этом сомневаюсь. И в какой-то момент, когда куры разбушевались, было реально страшно. И вот эти все звуки... Блин, мне сейчас показалось, что открылась дверь, а это, оказывается, моя тень. Ребят, я, конечно, понимаю, что наша человеческая фантазия способна на все, но я четко знаю, что я слышала какие-то странные звуки, которых здесь в обычной обстановке нет. Мне стало, если честно, очень не по себе. Носик, носик. В общем, давайте оставим животных в покое, оставим их отдыхать. Блин, почему они так начинают говорить, когда свет выключаешь? Я, пожалуй, пойду, не буду никого больше пугать, и себя тоже. Да. Мама, блин, свет, который автоматически загорается. Конечно, не верю ни в призраков, ни во что. Скорее всего, это какие-то... Эти странности происходят не просто так, а может, там правда кто-нибудь живет, кого я не могу увидеть. О, собаки меня там встречают. Блин, вообще. А вдруг собаки лают, потому что они меня не видят. Может, меня уже нет? Хорошо, мы ее напугали. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свои комментарии. Да-да-да-да-да. Миш, Миш, там другие слова, сейчас песня хочется. Да-да-да-да. Ай-яй-яй, так и не успеваю.